Привет, друзья! Наш мир полон удивительных и загадочных мест, при виде которых каждый, кто их посещает, не перестаёт удивляться. Как вообще такое возможно? Как те или иные их обитатели приспособились к жизни на них и при этом живут там уже много лет? Казалось бы, человек – существо разумное, которое научилось выживать и в испепеляющей пустыне, и даже там, где отметки температуры всегда ниже нуля. Но что, если не только человек способен жить, так скажем, не в своей среде обитания? И именно об одном таком месте мы сегодня и поговорим, которое стало уже весьма популярным. И всё это благодаря своим необычным и, к слову, единственным жителям. Наверное, многим из нас название Big Major Cay совсем ни о чём не скажет. Но вот только стоит уточнить, что это остров свиней. Он же Пик Бич, как многие путешественники тут же поймут, о чём идёт речь. Да, друзья, есть на планете даже такое место, где его единственными и полноправными обитателями являются свиньи. И не просто свиньи, а водоплавающие. Этот полностью необитаемый остров, который расположен в районе Багамских островов в Атлантическом океане, также известен под названиями Big Island, Major Cay, Big Major и официально Big Major Cay. Таким многочисленным названием остров обязан своим необычным жителям – свиньям. Эти бесхозно гуляющие и хрюкающие обитатели просто заполонили всю эту местность. Основное занятие данных товарищей – купание в кристально чистых водах Карибского моря и принятие солнечных ванн на берегу. А их образу жизни могут позавидовать многие. Не считая свиней, на острове есть ещё птицы, парочка кошек и коз. Сам же остров полностью необитаемый и на нём никогда не жили люди. Данный участок суши отличается неправильной формой в виде сапога и небольшими размерами. С севера на юг его протяжённость 1,8 км, максимальная ширина 1,6 км, а площадь около километра. Но даже столь крошечные размеры не стали помехой для свинтусов. До сих пор исследователи не могут точно ответить на вопрос о времени происхождения островных свинок. Но, как вы сами понимаете, появиться на острове сами из ниоткуда они не могли. Поэтому специалисты выдвигают несколько теорий, как поросята попали на необитаемый остров. И не где-нибудь, а посреди океана. Одна из таких теорий говорит о пиратах, которые завезли ещё несколько столетий назад на остров свиней, как продовольственный запас себе на будущее. Они планировали через какое-то время снова оказаться на острове, но этого так и не произошло. Не дождавшись людей, свинтусы выжили и даже со временем неплохо себе приспособились и научились плавать. Правда, это или нет, уже никто не скажет, но пиратские набеги на Багамские острова имели место вплоть до 17-18 веков. Вторая версия гласит, что когда-то у здешних берегов потерпело крушение судна, направлявшийся через Атлантический океан. Свиньям удалось спастись вместе с людьми и доплыть до ближайшего берега. Но спустя много лет популяция хрюшек лишь увеличилась, в то время как люди погибли от разных болезней. Помимо этого есть ещё много версий, начиная с того, что сюда их привезли как на ферму и заканчивая тем, что это всего лишь приманка. Но точно ответить не сможет никто. Как бы там ни было, но в архипелаг входит около 700 островов и из них обитаемы только лишь 30, а до 90-х годов никто и не слышал о острове Пик Бич. Обнаружив в конце 80-х на необитаемом острове свиней, жители соседних островов начали их подкармливать. Конечно же, животные быстро привыкли, что люди, приплывающие на остров, обязательно привезут им еду. И даже эти, как нам кажется, простые увольни, быстро уловили связь между приближающимися к острову лодками и чем-то особенно вкусненьким, после чего свиньи стали выходить уже людям навстречу и даже заходить в воду поглубже, высматривая лодки. Сегодня в огромной поросячьей популяции плавают все – и взрослые свиньи, и даже маленькие поросята, которые уже с самого детства привыкают к воде. Едва завидев приближающуюся к острову лодки и яхты, попрошайки радостно кидаются им навстречу прямо в воду и готовы плыть к ним даже сотни метров. Хрюшки очень дружелюбны и совершенно не боятся людей. Смело подплывают к ним, после чего пытаются забраться на борт и берут еду прямо из рук. Бывают случаи, когда данных ребят почти невозможно высадить с лодки. Они готовы плыть с вами куда угодно, лишь бы получить очередную вкусняшку. Сейчас свиньи стали практически ручными. С благодарностью ждут и встречают людей, позволяют им даже гладить и играть со своими детенышами. А поплавать в воде с людьми – их любимое дело. Но по-настоящему знаменитыми на весь мир багамские свиньи стали только после 2009 года. Именно тогда на остров приплыл фотограф Эрик Ченг, который занимался подводной съемкой. Он вместе со своей съемочной командой не только с удовольствием поплавали со свиньями в океане и покормили поросят, но и сделали цикл фотографий, посвященных этим дружественно настроенным обитателям острова. Когда же данные фото облетели весь мир, сюда повалили толпы туристов. Плавание с багамскими пигами стало намного популярнее даже купание с дельфинами. И это понятно. Искупаться с дельфинами можно много где, а вот поплавать со свиньями – довольно редкое, если и вовсе не уникальное развлечение, которое есть только здесь. На самом же острове есть три небольших озера, которые являются источниками с пресной водой, а более крупные соседние острова надежно защищают это место от последствий тропических штормов. Также на острове достаточно зелени, чтобы популяция могла полноценно питаться. На сегодняшний день количество свинок более сотни, но точно их просто невозможно подсчитать, так как они как метеоры, сейчас они тут, а уже за мгновение там. На первый взгляд может показаться, что это вовсе не свиньи, по крайней мере своим поведением. Они больше похожи на собак, так как такие же любопытные и не боятся людей. Они с удовольствием позируют перед фотообъективами в обмен на угощение, а из-за постоянного купания в океане багамские свинки исключительно чистые, поэтому даже близкое общение с ними не доставит никакого дискомфорта. Багамские водоплавающие свинки стали настолько известными, что им даже посвятили книгу «Тайна свиного острова» под авторством Дженнифер Нолан. Ну и конечно же стоит отметить тот факт, что абсолютно каждый, кто хоть раз побывал в этом поросячьем раю, с удовольствием готов вернуться сюда снова, так как такие незабываемые впечатления есть только тут. Вот такой он необычный поросячий остров Пик-Бич. Друзья, а вы бы хотели там побывать? Пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео, если оно вам понравилось и до скорого!